Уважаемые коллеги, для лечения воспалительных заболеваний кишечника появляется все больше новых препаратов. И в этом многообразии мы должны уже индивидуализировать вот эту стандартную терапию, к которой мы привыкли. А для этого мы должны стратифицировать наших пациентов по фактору риска, по фактору неблагоприятного прогноза для того, чтобы начать, как я уже говорю, своевременную и адекватную терапию. Ну, для того, чтобы начать своевременно адекватную терапию, мы должны, соответственно, своевременно поставить диагноз. Вот здесь есть некоторые данные по времени постановки диагноза от появления первых симптомов и до окончательной верификации диагноза, требующая, соответственно, определенной терапии. Ну, вот в России эпидемиологические исследования, вы знаете, стали проводиться только где-то два десятка лет назад. Это первые исследования по ВЗК в 1997 году по Московской области. Потом проводились эпидемиологические исследования в отдельных регионах. Ну, так более или менее крупные эпидемиологические исследования. Это было в 2011-2013 годах ESCAP-1, ESCAP-2. Потом было исследование INTENT. И вот в 2023 году были опубликованы данные федерального регистра по воспалительным заболеваниям кишечника. И на что обращают внимание, что, например, при язвом колите среднее время постановки диагноза от появления симптомов составляет где-то год с небольшим. Но это понятно по своей сути, это кровавая диарея. Но, к сожалению, некоторые кровавую диарею, не совсем диарею, там частый стул с кровью расценивают как геморрой. Это, собственно говоря, уже тоже показано по данным анализа эпидемиологических исследований. Болезнь у крона обстоятельства гораздо хуже. Это где-то 4 года. Потому что при болезни крона дебют заболеваний может быть не острым, а достаточно невнятные какие-то боли в правой подвздошной области. То есть периодически расстройства стула, анемия, незначительная субфибрилитет и так далее. Но вы видите, что все-таки за вот эти 10 лет от ESCAPE-1 и исследований NINTEN все-таки какие-то положительные сдвиги есть в плане установки диагноза. Почему это важно? Особенно для болезни крона. Потому что доказано и по цитокиновому профилю, по характеру структуры слизистой оболочки кишки, что существует понятие ранней болезни крона. Когда мы можем воздействовать и, по сути дела, модифицировать течение заболеваний, не дожидаясь грубых деструктивных изменений со стороны стенки кишки. И таким образом пациент избежит и осложнений, в том числе хирургических, оперативных вмешательств и инвалидизации. Поэтому, безусловно, очень важно. Но, к сожалению, мы с вами в своей рутинной практике никогда не сможем определить, кроме как хронологически, ранние болезни крона или поздние болезни крона. И болезнь крона все-таки достаточно прогрессирующие заболевания. И только у каждого пятого пациента это медленно прогрессирующие заболевания. И при тщательном сборе анамнеза выясняется, что это может быть и 5, и 10 лет какие-то симптомы первые имелись до постановки диагноза. Поэтому у подавляющего большинства это все-таки быстро прогрессирующее заболевание, которое может в течение 5 лет после постановки диагноза привести к хирургическому вмешательству. Со всеми вытекающими последствиями даже уже не хочу говорить. Поэтому вот это окно возможностей, которое уже, я не знаю с какого года, кочует уже больше, наверное, десятка лет, стало хрестоматийным, с презентацией в презентацию, но актуальность оно не потеряло. Потому что если мы не поставим вовремя диагноз, то мы в конечном итоге столкнемся с хирургическими осложнениями и с значительным ухудшением качества жизни и инвалидизацией пациента. Поэтому если мы вовремя это сделаем в окно возможностей, вот как раз о чем я говорил, ранней болезни крона 18 месяцев, тогда, естественно, мы оградим наших пациентов от тяжелых осложнений болезни крона. И что мы должны знать о факторах неблагоприятного прогноза? Ну вы все эти видите на слайде, это также молодые мужчины, это при первой атаке заболевания потребность назначения глюкокортикостероидов с высокой активностью, это протяженность поражения, это выраженные глубокие язвенные дефекты, это пациенты, курящие пациенты, это пациенты с периональными поражениями. Пациенты с поражением верхних отделов желудочно-кишечного тракта и так далее. То есть, соответственно, здесь только может возникнуть законный вопрос, но это уже на суд дальнейшего обсуждения экспертов, сколько факторов мы должны учесть, модифицируемых или немодифицируемых факторов, для того, чтобы стратифицировать пациента, как пациента с неблагоприятным прогнозом. Ну, это еще раз, так сказать, резюме того, что я уже сказал, что мы должны своевременно поставить диагноз, что мы должны назначить соответствующую противовоспалительную, активную, даже, агрессивную терапию при стратификации факторов риска. И тогда, таким образом, своевременно, повторяю, назначив терапию, мы можем вправе рассчитывать на благоприятный исход, на модификацию течения заболевания. И вот, собственно говоря, клинический пример. Это курящий пациент. Заболевание дебютировало со стулом 5-7 раз в сутки с примесью крови и слизи. Субфибрилитет. Вы видите те изменения лабораторные, которые есть. Повышенный маркер воспаления, анемия. По данным колоноскопии у пациента выявлены глубокие язвенные дефекты. По данным КТ-энтерографии также мы нашли подтверждение болезни Крона по утолщению стенок. И, собственно, назначена им соответствующая терапия. Но первое, это всегда мы рекомендуем пациентам, как только устанавливаем диагноз, отказ от курения. Назначена соответствующая терапия глюкортикостероиды, иммуносупрессивная терапия. И вы видите, через какое-то время мы получили достаточно неплохой ответ. Нормализация уровня гемоглобина, лабораторных показателей. Однако, все-таки уровень цирреактивного белка оставался немного повышенный. Железо снижено, то есть латентный дефицит железа имел место быть. Ну и так, уровень фекального кальпротектина, ну где-то почти в серой зоне. Хотя серая зона, вы знаете, это до 250 микрограмм. Но через два месяца после отмены глюкокортикостероидов у пациента выражена активность заболевания с водно-электролитными нарушениями, с белково-энергетическими нарушениями. Ну и, соответственно, мы исходили из того, что это молодой мужчина с тяжелым началом заболевания болезни крона, с учетом тех факторов неблагоприятного прогноза, о которых я говорил, с формирующейся, или, может, по сути дела, уже сформировавшейся стероидозависимостью. Соответственно, пациенту было сразу назначено в качестве терапии первой линии терапия геноинженерным биологическим препаратом, ингибитором интерлекина-1223, устикину мабом. Итак, почему назначено после... Вы знаете, что потребность во втором курсе глюкокортикостероидов – это уже один из факторов, которые требуют назначения биологической терапии. Итак, фактор неблагоприятного прогноза, которого мы имели, это мужчина, это молодой возраст менее 40 лет, это, как на колоноскопии было написано, это глубокие язвенные дефекты, это статус курильщика и потребность назначения системных глюкокортикостероидов сразу в дебюте заболевания. То есть, в данной ситуации здесь три немодифицируемых фактора, один модифицируемый фактор, но, к сожалению, я хочу сказать, что пациент не бросил курить до сих пор. И на фоне терапии, вот через два года, то есть мы вовремя стратифицировали пациента, мы назначили сразу биологическую терапию, и у пациента клиника эндоскопическая ремиссия. Все-таки, скорее всего, исходя из анамнеза, исходя из тех, ну, так сказать, хронологической ситуации, когда пациент к нам попал, вероятнее всего, это ранняя болезнь крона в острое начало. И, соответственно, сразу адекватно среагировав соответствующей терапии, мы достигли вот таких результатов. И, ну, пациент в настоящее время продолжает проводить такую терапию. Что касается препаратов. Ну, мы работали 15 лет с блокаторами факта некроза опухоли альфа, и все мы знали, что через год, через два у пациентов отмечается ускользание эффекта на проводимую терапию, в последующем вообще вторичные потери ответа на терапию. Поэтому пациентов, которые получают инфлексимат или какой-то иной блокатор факта некроза опухоли альфа, когда препараты только появились, у нас, как можно, это единичные пациенты, к сожалению, там за эти 15 лет подавляющее большинство потеряли ответ. И, соответственно, когда мы назначаем пациенту тот или иной препарат, мы исходим из такого понятия, как выживаемость терапии. Чем дольше пациент будет получать назначенный нами препарат, тем, соответственно, в случае какого-то неблагоприятного развития событий, у нас появляется большее поле для маневра. Ну, вот, соответственно, препарат Устикинумаб, он продемонстрировал на лучшую выживаемость терапии, то есть пациенты, ну, у нас опыт с Устикинумабом не такой большой, как зарубежные, но вот как раз зарубежные данные говорят о том, что 75% пациентов, они сохраняют эффективность вот на терапию Устикинумаба достаточно продолжительное время. Следующая ситуация, с которой также многие сталкиваются, это назначение в той или иной дозе глюкокортикостероидов при, если не обострении заболеваний, то при ухудшении течения заболевания. И так или иначе мы пациентам даем ту или иную дозу глюкокортикостероидов. Конечно, без особого желания, но, однако, с такой ситуацией мы сталкиваемся. При ряде регистрационных клинических исследований, геноинженерно-биологических препаратов, блокатор факта некроза опухоли альфа, бестероидная ремиссия, ну, колеблется от 25 до 45%. Ну, здесь вы видите, за три года наблюдения у пациентов, которые получали Устикинумаб, бестероидная ремиссия достаточно высокая, почти 82%, особенно тех пациентов, которые получали терапию Устикинумабом каждые 8 недель. Ну, и здесь также выживание с терапией представлено, и в сравнении с блокаторами факта некроза опухоли альфа, то, что я уже говорил, что все-таки в связи с тем, что по отношению к блокаторам факта некроза опухоли альфа образуется гораздо больше нейтрализующих антител, то, соответственно, и частота потери ответа на антифно гораздо выше, чем у Устикинумаба. Ну, вот, собственно говоря, как раз вот показана здесь иммуногенность проводимой терапии, и Устикинумаба, она здесь наименьшая по сравнению со всеми теми препаратами, которыми мы сейчас пользуемся для лечения больных с воспалительными заболеваниями кишечника. Ну, вот, выживаемость терапии, также опять вернемся к ней по данным исследования, и видим, что 66% бионаивных пациентов и 57% небионаивных, которые получали предшествующую биологическую терапию, продолжают терапию Устикинумабом через 4 года. Повторяю, достаточно большой продолжительный срок по сравнению с блокаторами факта некроза опухоли альфа. Ну, и, безусловно, удержание клинического ответа, клинической ремиссии по исследованию, это регистрационные клинические исследования различных препаратов, это и джемини, видолизумаб, и персьют, галибумаб и так далее. Вы видите, что наибольший процент по этим вторичным конечным точкам также наблюдается у Устикинумаба. Внекишечные осложнения, о которых я говорил, это та ситуация, с которой сталкиваемся мы и пациенты, где-то у 30% пациентов с язвенным колитом, у 40-45% с болезнью крона, и поэтому, естественно, это один из показателей внекишечных проявлений назначения сразу биологической терапии, потому что, ну, так или иначе, хотя патогенез внекишечных проявлений достаточно сложен, мы, предполагая, один из, так сказать, механизмов патогенеза, это как раз общий цитокиновый механизм развития и поражения желудочно-кишечного тракта и других органов мишени. Ну, вот еще один клинический пример. Пациент наблюдался с 2014 года с аутоиммунным увитом в Институте глазных болезней. И в 2021 году, то есть через 7 лет после постановки диагноза, пациент все-таки обратил внимание на то, что у него частый жидкий стул с примесью крови и слизи. И пациент поступил к нам, соответственно, был установлен диагноз язвенного колита, тотальные поражения, вы видите, и поражение глаз у пациента отмечалось. И тоже, ну, учитывая все вот те факторы, о которых я уже говорил, пациенту был назначен полтора года назад препарат Устекинумаб. Ну, и мы буквально через 4 месяца от начала терапии зарегистрировали и ремиссию язвенного колита, и регресс вне кишечных проявлений, ну, и также нормализация всех тех лабораторных показателей. Ну, здесь, может быть, возникнет резонный вопрос, почему так через 7 лет от Увиита дебютировал язвенный колит и так далее. Ну, здесь, мне кажется, ответ следующий. Пациенту назначались практически постоянно глюкокортикостероиды по поводу аутоиммунного Увиита, и, собственно говоря, ну, дозировки это были 20-30 миллиграмм. Собственно говоря, вот этот вот длительный прием, по сути дела, и стирал, видимо, картину язвенного колита, но дозировки были неадекватны, и в конечном итоге все это реализовалось клинической классической картиной язвенного колита, который, собственно говоря, и потребовал назначению терапии. Когда мы назначаем лекарственный препарат, я уже говорил о том, что мы акцентируем внимание на выживаемости терапии, но и мы должны не забывать о скорости наступления эффекта от проводимой терапии, потому что, вот, по сути дела, для... Здесь вот некоторый диссонанс между взглядом на терапию пациента и врача. Ну, пациента самое главное, чтобы у него уменьшилась частота стула, нормализовалась консистенция стула, и уменьшилась количество патологических примесей. Ну, конечно, для нас цель – это эндоскопическая ремиссия, гистологическая ремиссия, что, собственно говоря, пациенту как-то мало важно, если он только будет погружаться в свое заболевание вот настолько детально. Поэтому вот те, казалось бы, для медиков симптомы, как уменьшение частоты стула и вот эта скорость наступления вот этого эффекта не столь важны по сравнению с какими-то конечными точками, которые мы считаем наиболее важными. Но при этом это также достаточно ключевой, важный момент, и вы видите, что и уменьшение кровотечения, уменьшение частоты дефекации наступает достаточно быстро, практически в течение одной-двух недель от момента проведения индукционной терапии. Ну, по язвенному колиту есть исследование ЮНИФАЙ, и проводился субанализ. Вся популяция, это несколько центров, которые принимали участие в этом исследовании, и исследование российской популяции, также субанализ проводился. Также оценивалась клиническая ремиссия, клинический ответ, эндоскопическая ремиссия. И вы видите, что достаточно высокий процент пациентов достигли высоких показателей при назначении устики НУМАБа, вот в той дозировке, которая сейчас рекомендуется, 6 мг на килограмм, нежели, ну, естественно, по сравнению с плацебо, и по сравнению со стандартной дозой 130 мг, но которую сейчас мы, естественно, не используем. Повторяю, мы используем дозировку 6 мг на килограмм. Ну, и результаты также оценки поддерживающей терапии через 44 недели, они также продемонстрировали высокую эффективность, и еще раз хочу подчеркнуть, без применения глюкокортикостероидов, что достаточно очень важно. И еще хочу подчеркнуть, все-таки мы вправе рассчитывать на максимальный эффект от проведения биологической терапии, если мы назначаем препарат в первой линии, но мы должны, так сказать, понимать профиль, портрет пациента под конкретный препарат, потому что у нас сейчас появились препараты с различными механизмами действия, это не только блокаторы факта некрозы, опухоли, альфа, это антиинтегриновые препараты, блокаторы януски нас и так далее, и так далее. И, соответственно, вот мы должны учесть все факторы для того, чтобы, повторяю, назначить биологический препарат, учитывая его и выживаемость, учитывая скорость наступления эффекта, учитывая, безусловно, безопасность препарата, и при сравнении со всеми группами препаратами, ну, в настоящее время, только ингибиторы интерлекина-12-23 и антиинтегриновые препараты, они, в общем-то, считаются наиболее безопасными. Особенно это надо учитывать при, так сказать, назначении пациентом коморбидным. Если мы также знаем о том, что у пациента в анамнезе какая-то инфекция или какой-то онкологический анамнез, поэтому тщательно надо проводить анализ пациентов с учетом всех тех особенностей препарата, которые мы с вами имеем. Ну, спасибо за внимание. Я, к сожалению, последние слайды пролистал, что не очень люблю делать, но время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok